дорогие друзья всем привет вы на канале сергея матвеева и я сейчас нахожусь краснодаре вышел в парк галицкого сделать кардио так сказать я тут живу рядом и решил показать вам этот парк это очень большой парку новый это футбольный стадион перед вами он самый большой в краснодаре и давайте отправимся прогуляемся посмотрим что здесь сделал галицкий интересного потому что этот парк очень хвалят что он лучший на юге россии сегодня у нас 18 марта погодка прекрасная и мы отправляемся в путешествие по парку галицкого приятного просмотра друзья и хорошего дня так пойдем по кругу пройдем и будем заходить в разные интересные места которые нам здесь предлагают посмотреть а их здесь вроде как немало здесь много людей занимаются спортом не заметил много кто ходит с ковриками для йоги просто прогуливается или бегает такое ощущение что мы где-то на каком-то краю надо как-то в центр переместиться есть охрана и смотрите какие прикольные деревья круче всего здесь летом когда здесь все распускается что-то охранник там бегает свистит я приехал краснодар мне показалось что это очень густонаселенные много населенный город я жил в москве и мне показалось что тут как бы плотность не меньше и движение и как бы дом меня даже заинтересовал этим этот город потому что ну если есть люди есть перспектива в плане есть те кто могут у тебя купить что-то если ты захочешь заниматься бизнесом вижу там какая-то красота слева наконец-таки мы добрались до интересных мест вот такой фонтанчик думаю летом когда здесь все зелененькая это вообще выглядит бомба а ночью это все подсвечивает смотрите тут по моему фонтанчики должны быть а здесь я так понимаю не хотят чтобы все заросло и была тень и была такая аллея прохлада так смотрите здесь тоже какие-то спортивные боксы я не могу понять мне кажется что там занимаются спортом как приятно увидеть что-то новое для своего глаза сменить декорации это как-то заряжает энергией друзья поэтому если вас куда-то зовут едьте я поехал в гости вообще не жалею чувствую себя прекрасно лучше чем чувствовал до того как я поехал в гости смотрите какая-то интересная инсталляция и цветочки смотрите какие цветочки красота вообще сделал пару фоточек мне кажется что это какой-то философ создавал потому что скульптура довольно интересная это камыши растут и давайте познакомимся что это внутренний ребенок моем понимании это такое место внутри нас самих которые дают нам максимальное количество счастья это может быть какое-то воспоминание какое-то место созданное нашим воображением память о каком-то человеке или события которое сделало нас счастливым университете искусств нас учили искать своего внутреннего ребенка что означало вернуться в то место в то состояние где мы свободны в нашем творческом выражении это то как мы творим это композиция четырех скульптур внутренний ребенок напоминает нам что в тяжелые минуты нашей жизни или любые другие моменты мы можем закрыть глаза и вернуться в то место которое является источником радости для нас для меня это источник создания скульптур ну прям он сделал мой день знаете какой у меня девиз ну и вообще как бы по жизни объяснение существует для удовольствия ума реальность необъяснима и неописуема как объяснить реальность как ее описать что это такое что кто мы это невозможно сделать потому что все кто это хотели сделать не смогли то есть нет того кто бы объяснил реальность что это такое для чего это так у нас философия понеслась смотрите тоже интересная локация я думаю когда все эти деревья зеленые все это смотрится еще интереснее а вот этот сад который мы видели вот с того балкончика поют птички мне кажется это просто прекрасно для гармонизации энергетики вот так прогуляться послушать птичек посмотреть на красивые деревья что может быть лучше так у нас тут развивочка я не знаю куда идти пойдемте сюда здесь какие-то спортивные вот такие снаряды далее вижу скейт-парк слушайте но мне нравится чувствуется какая-то эстетика что за этим парком следят знаете идешь и просто как бы приятно взору взору так смотрите есть детская площадка с песочком так 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 смотрите какая сказка для детей а это фонтан я так понимаю летний что это такое это крутишь короче и воду поставляешь суда это наверно для детей игрушка вот тут я бы полазил если был маленьким тоже какая-то качели интересно мне кажется она экстремальная двигаемся двигаемся дальше даже не знаю куда пойти пойдем вот на эту дорожку она меня почему-то манит и сережа пройди по мне ну ладно я не могу и отказать дорожка ты меня обрадуешь так смотрите тоже интересно какая-то локация у нас нарисовывается и как нам быть пойдемте по низу смотрите здесь что-то летом растет что-то красивое я уверен ничего страшного не будет что и по газону прошел традиционные дороги не для меня запомните я не из тех кто ходит по дорогам троток протоптанным я тот кто прокладывает свой путь смотрите по вот этой скульптуре знаю она называется капля и в ней отражается весь парк в этой капле на той стороне вон описание среди есть вот такие вот мягкие штучки на которых можно сидеть это тоже очень интересно это получается что у них тут сервис очень хороший идем дальше сейчас видите справа это ресторан я в него как-то заходил кушал тут и бургер на есть поэтому если вы проголодаетесь вы всегда сможете покушать в парке галицкого вкусную еду кстати что-то Субтитры делал DimaTorzok Так, видим вот такую аллею с каким-то спиральным возвышением Водичка, вот мне нравится, что тут много воды, вот представьте летом, как хорошо прохладно Сейчас двигаемся к локации, которая называется Дерево жизни Довольно интересное Эта композиция называется Искусственная среда То есть вот это Дерево жизни внутри, а вот эта композиция Искусственная среда Прям философия Лично я считаю, что симбиоз машины и человека неизбежен И это необходимость для того, чтобы мы могли покинуть планету Нам нужно перенести сознание, то есть наш разум на машину Тогда мы будем неуязвимы в космосе То есть космос для нас слишком агрессивная среда Мы слишком уязвимы А машины в космосе прекрасно себя чувствуют В этом куполе поддерживается специальная температура, которая необходима для этого дерева Смотрите, слева вот такая аллея есть С такими лавочками из дерева Довольно креативно выглядит И то, что вода с двух сторон вообще, это прекрасно Звук журчащей воды, это тоже прекрасно, я считаю Это очень важно Так, видим сразу здесь несколько локаций Вон раз, вон два Вот локация Колизей Интересные инсталляции, я бы еще подсветить чем-нибудь вечером Так, есть вот такая локация, какой-то сад интересный такой Так, есть вот такая локация А там что такое интересное? Разноцветное Разноцветное Вам тоже очень интересно, что за этим поворотом? Любописто двигатель прогресса За этим поворотом вот что Откройте В общем, там стоит какое-то декоративное дерево Я так понимаю, летом эти окна открывают И туда, наверное, можно зайти Или это двери Так, тоже там локация какая-то окружена Зеленью И вот здесь тоже локация, смотрите Какой-то фонтанчик Прикольно Так, это вижу, тут фонари есть Так, тут фонтаны, я так понимаю, летом бьют Потому что вот здесь трубки О, там рыба, представляете? И не холодно Там есть деньги Вот монетки лежат Есть вот такие мягкие сидушечки На которых можно посидеть Послушать звук птиц Журчащей воды Посмотреть на рыб Так, тут фонтанчик тут очень много разных декоративных деревьев как я понял вот какая-то ель или что это в общем интересно друзья если будете здесь приходите интересное место есть на что посмотреть так сказать моя кардио тренировка подходит концу прекрасно подвигался и возвращаемся домой завтракать вот в этих боксах тоже можно перекусить заказать кофе если что купить водички а на этом стадионе проводятся футбольные матчи хотел вам показать напоследок вот эти красивые интересные деревья у них интересное строение а Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, вот такие интересные деревья Чем-то похожи, по-моему, на эвкалипт Смотрите, они подсвечиваются Представьте, когда они зазеленеют Я не знаю, как это выглядит Не помню Эти фонари зажигаются, я так понимаю Вечером И все это подсвечивается И я думаю, здесь довольно интересная атмосфера создается Все, ребят Пошел я домой Желаю всем хорошего дня Успехов, всем счастливо Продолжение следует...